Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы с вами рассмотрим образование будущего времени глаголов ПААЛЬ, у которых первая буква корня – ХЭТ. Если вам не совсем понятно, о каких глаголах идет речь, я рекомендую ознакомиться с видео номер 361, ссылка в описании к этому уроку. Материал предназначен для изучающих иврит на продвинутом уровне. Хочу сразу подчеркнуть, что мы сегодня не говорим о глаголах-исключениях, мы не говорим о глаголах с особенностями. Например, мы не будем говорить сегодня о будущем времени глагола ЛИХЁТ – ЖИТЬ, это глагол-исключения. И мы не будем говорить, например, о будущем времени глагола ЛАХЦОТ – Пересекать, Пересечь, потому что у этого глагола последняя буква корня – ГЭЙ, и эта дополнительная особенность будет рассмотрена в рамках другого материала. Мы рассмотрим обычные глаголы ПАЛЬ, у которых первая буква – ХЭТ. И в неопределенной форме мы слышим в начале неопределенной формы ЛАХ, и уже понимаем, что там есть буква ХЭТ, уже по звучанию неопределенной формы. Например, ЛАХЗОР – Вернуться, ЛАХШОВ – Думать, ЛАХТОХ – Разрезать, ЛАХТОМ – Подписывать. Я напоминаю вам, что для образования будущего времени мы пользуемся либо неопределенной формой, как базовой, либо настоящим временем глагола. В данном подтипе глаголов мы будем пользоваться неопределенной формой. Вы слышите звуки, это наш козел Рэмбо кричит, требует внимания. К сожалению, я ему сейчас внимания уделить не могу, поэтому нам придется в том числе слышать это звуковое сопровождение. Итак, мы сказали, что мы привязываемся к неопределенной форме. Мы будем отбрасывать приставку неопределенной формы и прибавлять стандартную приставку будущего времени. Чтобы сказать, например, «Ты вернешься», я убираю приставку «ЛАМЕТ» и добавляю приставку, которая соответствует местоимению «Ты». Это приставка «ТАВ». И при этом мы договариваемся, что приставки будут звучать с гласной, такой же, как в неопределенной форме. В неопределенной форме мы слышим «ЛА». У всех приставок тоже мы услышим «А» – гласный звук, за исключением приставки первого лица. Мы о нем отдельно поговорим позже. Первое лицо – это «Я». Там есть особенности чуть позже к этому. Итак, чтобы сказать «Ты вернешься», я прибавляю приставку «ТАВ» с гласной «А». «ТАА» и у меня получается «ТАХЗОР». «ТАХЗОР» – это «Ты вернешься». Например, я хочу спросить мужчину, когда ты вернешься. «МАТАЙ ТАХЗОР» или с местоимением «МАТАЙ АТА ТАХЗОР». Это же слово «ТАХЗОР» может переводиться как «ОНА вернется», потому что точно так же местоимению «Она» соответствует приставка «ТАВ». Давайте спросим, когда она вернется. «МАТАЙ ГИ ТАХЗОР» – когда она вернется. Давайте спросим, когда он вернется. «Он вернется», чтобы сказать, мы должны прибавить приставку, которая соответствует местоимению «Он», «ГУ». Это приставка «ЮТ». И мы договорились, что приставка будет с гласной «А», как в неопределенной форме, «Я», «ЯХЗОР» – это «он вернется», «МАТАЙ ЯХЗОР» – когда он вернется. Или с местоимением «МАТАЙ ГУ» – «ЯХЗОР» – когда он вернется. Давайте скажем, мы вернемся в пять. Чтобы сказать «Мы вернемся», мы должны прибавить приставку, которая соответствует местоимению «Мы». Приставка «НУН» с гласной «А», «НА» – получится «НАХЗОР». «НАХЗОР БЕХАМЭШ» – мы вернемся в пять. Или с местоимением «АНАХНУН» – «НАХЗОР БЕХАМЭШ» – мы вернемся в пять. Давайте спросим группу людей, когда вы вернетесь. Вы вернетесь с местоимения «АТМ» – это приставка «ТАВ» и окончание «У». Я прибавляю «ТАВ» и окончание «У». И здесь мы с вами особо отметим, что при прибавлении окончаний у нас сокращается гласный звук в основе. То есть, вместо того, чтобы сказать «ТАХЗОРУ», мы скажем «ТАХЗЕРУ» и буква «ВАВ» пропадет. Буква «ВАВ» пропадает. «ТАХЗЕРУ» – мы прочитаем. Не «ТАХЗОРУ», а «ТАХЗЕРУ» – это «Вы вернетесь». «МАТАЙ ТАХЗЕРУ» – когда вы вернетесь. Или «МАТАЙ АТЭМ ТАХЗЕРУ» – когда вы вернетесь. Давайте спросим, когда «ОНИ ВЕРНУТСЯ». Чтобы сказать «ОНИ ВЕРНУТСЯ», я должен прибавить приставку, которая соответствует местоимению «ОНИ». Приставка «ЮТ» и окончание «У». «ЯХЗЕРУ» – мы скажем не «ЯХЗОРУ», а «ЯХЗЕРУ». Точно так же у нас выпал гласный вместе с буквой «ВАВ», гласный в середине основы. «МАТАЙ ГЭМ ЯХЗЕРУ» – когда они вернутся. Давайте скажем еще «Ты вернешься». Например, спросим женщину «Ты вернешься в шесть?». Чтобы сказать «Ты вернешься», мы прибавляем стандартную приставку «ТА», которая соответствует местоимению «Ты». И окончание «ЮТ». И, соответственно, у нас получится «ТАХЗЕРУ», не «ТАХЗОРУ». Мы договорились, что у нас выпадает буква «ВАВ», сокращение гласных звуков. «ТАХЗЕРУ», «ТАХЗОР» мы бы спросили мужчину. «ТАХЗЕРУ» – женщину. Точнее, не спросили, а обратились с этим словом. «ТАХЗОР» – при обращении к мужчине. «ТАХЗЕРУ» – при обращении к женщине. Скажем женщине «Ты вернешься в шесть?». «АТАХЗЕРУ» – бесшешь. «ТАХЗЕРУ» – ты вернешься. Я беру следующее слово «ЛАХШОВ». «ЛАХШОВ» – это «ДУМАТЬ». Давайте скажем «Мы подумаем». Как сказать «Мы подумаем»? Я прибавляю приставку, которая соответствует местоимению «Мы». Это приставка «НУН». Гласный будет, как в неопределенной форме. «ЛА» – «НА» у нас получилось. «НАХШОВ». «НАХШОВ» – мы подумаем. Давайте скажем «ОНА ПОДУМАЕТ О НАС». Как сказать «ОНА ПОДУМАЕТ»? К основе мы прибавляем приставку, которая соответствует местоимению «ОНА». Это приставка «ТАВ». «ТАХШОВ» – «И ТАХШОВ ОЛЕЙНУ». «ОНА ПОДУМАЕТ О НАС». Давайте скажем «ОН ПОДУМАЕТ ОБО МНЕ». Чтобы сказать «ОН ПОДУМАЕТ», мы прибавляем «КОСНОВЕ» приставку «ЮТ» «Стандартную». «ЯХШОВ» у нас получилось. «ЯХШОВ» – «ОН ПОДУМАЕТ». «ГУ ЯХШОВ ОЛАЙ» – «ОН ПОДУМАЕТ ОБО МНЕ». Давайте скажем мужчине «ПОДУМАЙ ОБО МНЕ». Чтобы сказать «ПОДУМАЙ», мы прибавляем местоимение… Извините, я не там показываю. Мы прибавляем приставку, которая соответствует местоимению «АТАВ». И у нас получается «ТАХШОВ». «ТАХШОВ АЛАЙ» – «ПОДУМАЙ ОБО МНЕ». Я напоминаю вам, что в современном языке «ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ», то есть в данном случае «ПОДУМАЙ» строится при помощи будущего времени. То есть «ТАХШОВ» – это «Ты подумаешь» или «ПОДУМАЙ». Обращение к мужчине «ТАХШОВ» – «Ты подумаешь» или «ПОДУМАЙ ОБО МНЕ». Давайте то же самое скажем женщине «ПОДУМАЙ ОБО МНЕ». Мы прибавили приставку «ТАВ» и мы должны еще прибавить окончание «И». И мы договорились с вами, что при прибавлении окончания тенденция к сокращению гласных звуков или изменению гласных звуков и у нас звук «О» здесь пропадет. Вместо него мы услышим «Э». «ТАХШОВ» – «Мы говорили мужчине». «Ты подумаешь» – «ЖЕНЧИНЕ». «Ты подумаешь» – «Мы скажем «ТАХШЕВИ». «ТАХШЕВИ». «ТАХШЕВИ АЛАЙ». «ПОДУМАЙ ОБО МНЕ». Давайте скажем «ГРУПЕ ЛЮДЕЙ». «ПОДУМАЙ ОБО МНЕ». «ЯХШЕВУ». 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 «ЭМ ЯХШЕВУ АЛАЙ». «ОНИ ПОДУМАЮТ ОБО МНЕ». «Интересно, пришел петух соседа, отфлек нашего козлика Рэмба, и козлик уже не кричит. Любит он общение». Итак, дальше следующее слово «ЛАХТОХ». «ЛАХТОХ» – это «РАЗРЕЗАТЬ» или «ОТРЕЗАТЬ». «Давайте скажем «Мы разрежем этот сыр». Я беру слово «ЛАХТОХ». Вместо приставки «ЛА» я подставляю приставку, соответствующую местоимению «Мы», «АНАХНУ». Приставка «НУН». И у меня получилось «НАХТОХ». «НАХТОХ» – это «ГВИНА». «Мы разрежем этот сыр». Можно с местоимением «АНАХНУ». «НАХТОХ» – это «ГВИНА». Давайте скажем «ОН РАЗРЕЖЕТ ХЛЕБ». Чтобы сказать «ОН РАЗРЕЖЕТ», мы прибавим приставку «ЮТ» к основе, и у нас получится «ЯХТОХ». «ХУ ЯХТОХ» – это «ЛЕХИМ». «ОН РАЗРЕЖЕТ ЭТОТ ХЛЕБ». «ЯХТОХ». Теперь давайте скажем «ОНА НЕ РАЗРЕЖЕТ ЕГО». «ОНА НЕ РАЗРЕЖЕТ ЕГО». «ОНА» – это приставка «ТАВ». У нас получилось «ТАХТОХ». «ОНА РАЗРЕЖЕТ». «ОНА НЕ РАЗРЕЖЕТ ЕГО». «ЯЛО ТАХТОХ ОТО». Давайте скажем «ВЫ РАЗРЕЖЕТЕ». Чтобы сказать «Вы РАЗРЕЖЕТЕ», приставка «ТАВ» и окончание «ЮТ». При прибавлении окончания «ЮТ» мы договорились, что у нас тенденция к выпадению гласных, изменению гласных, поэтому «ВАВ» пропадет при прибавлении окончания, и у нас получится «ТАХТЕХУ». «ТАХТЕХУ» – это «Вы РАЗРЕЖЕТЕ». «Вы РАЗРЕЖЕТЕ ТАХТЕХУ». Если я хочу сказать «Ты РАЗРЕЖЕШЬ» при обращении к женщине, то я должен прибавить окончание «И». И точно так же у нас тенденция к изменению гласным при прибавлении окончаний. У нас получится «ТАХТЕХИ». При обращении к мужчине «Ты РАЗРЕЖЕШЬ ТАХТОХ». «ТАХТОХ» – «Ты РАЗРЕЖЕШЬ» или «РАЗРЕЖЬ ТАХТОХ». При обращении к женщине «ТАХТЕХИ». Буква «ВАВ» в основе пропадет. «ТАХТЕХИ». Я беру следующее слово «ЛАХТОМ». «ЛАХТОМ» – «ЛАХТОМ» – «Это ПОДПИСАТЬ». Например, давайте скажем «МЫ НЕ ПОДПИШЕМ». Чтобы сказать «МЫ НЕ ПОДПИШЕМ», мы прибавляем приставку «НОН». Она звучит как «НА». «НАХТОМ» – «Это ПОДПИШЕМ». «ЛО НАХТОМ» – «НЕ ПОДПИШЕМ». «ЛО НАХТОМ» – «НЕ ПОДПИШЕМ». С МЕСТОИМЕНИЕМ ТОЖЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ. Давайте скажем «ОНИ ПОДПИШУТ». Я прибавил приставку «ЮТ» и мне нужно прибавить еще окончание «У», которое соответствует местоимению «ОНИ». И прибавляя окончание «ВАВ», у нас «ВАВ» в основе пропадет. получится «ЯХТОМУ». «ЯХТОМУ». «ОНИ ПОДПИШУТ». Например, скажем «ОНИ НЕ ПОДПИШУТ». «ГЭМ ЛОЯХТОМУ». Или по контексту, если понятно, можно без местоимения. «ЛОЯХТОМУ». «Не ПОДПИШУТ». Мы понимаем, что «ОНИ НЕ ПОДПИШУТ». Теперь переходим к проблеме. Первое лицо. И мы с вами договариваемся сейчас. Мы тоже будем использовать основу, привязавшись к неопределенной форме. У нас первое слово было «ЛАХЗОР». «ЛАХЗОР». По правилам классического иврита в первом лице, если я хочу сказать «Я вернусь», я прибавляю приставку «АЛЕФ». И приставка «АЛЕФ» звучит как «Э». При этом я должен произносить так «ЭХЕЗОР». «ЭХЕЗОР». И «ХЭТ» тоже должно звучать как «Э». Так правильно, но так никто не говорит. Может быть, можно услышать это в песнях, как правило, прошлого века «ЭХЕЗОР». В жизни вы это практически не услышите. Мало кто так говорит. Я все-таки говорю, что никто так не говорит. Исключение, если кто-то так говорит. И вы так тоже не будете говорить, чтобы не выделяться. В современном языке говорят иначе. Те, кто учил иврит в прошлом веке, в конце, он говорит «АХЗОР». Я говорю так. То есть «АЛЕФ» у нас тоже принимает гласный звук «А». «АХЗОР», «АНИ АХЗОР». Я вернусь. По аналогии с этим, например, «АНИ АХШОВ». «АНИ АХШОВ». «Я подумаю». «АНИ АХТОХ». «Я разрежу». «АНИ АХТОМ». «Я подпишу». Так звучит, так многие говорят. Некоторые говорят иначе. И с этим возникает у нас сложность. Новое поколение в первом лице очень часто использует форму третьего лица. Так, будто бы они говорят о нем. То есть, если, например, школьник израильский хочет сказать «Я вернусь», он скажет «АНИ ЯХЗОР». «АНИ ЯХЗОР». «ГУ ЯХЗОР» – это «Он вернется». «АНИ ЯХЗОР» – это «Я вернусь». И это то, что есть, к сожалению. То есть, я не настаиваю, что вы не должны так говорить. Я просто говорю, что вы с этим столкнетесь. «ЯХЗОР». И даже пишут в СМС, соответственно, «АНИ ЯХЗОР». «Я не говорю, что так нужно говорить». «Может быть, наоборот, я говорю, что так не нужно говорить». Но, к сожалению, практика показывает, что это тенденция. И тенденция. С каждым годом мы чувствуем все больше и больше влияние этой формы будущего времени. И она становится массовой. Не норма, но массовое явление. То есть, если кто-то из школьников современных хочет сказать «Другу я подумаю», то будет сказано «АНИ ЯХШОВ». Еще раз я говорю, мы так не будем говорить. Мы будем говорить «АХШОВ», я подумаю. Но имеем в виду, что кто-то так скажет, и мы не вступаем с ним в спор, потому что не мы диктуем развитие языка. Мы не можем влиять на развитие языка. Это естественный процесс. Я надеюсь, что это было понятно и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok